Это программа День с толком. Студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Повторение сценария. В крае вновь разворачивают ковидные госпитали. В Бейске сокращают несколько десятков сотрудников РЖД. Им говорят об убытках, правда, сами рабочие считают совсем по-другому. Алтайско-Бурятские гастроли, театры кукол двух регионов обменяются площадками и зрителями. В крае развернули новые ковидные госпитали. Пациентов с коронавирусной инфекцией теперь принимают в Паловской ЦРБ и горбольницы Бийска. Таким образом, на сегодняшний день общий коечный фонд для коронавирусных больных в крае приближается к 4,5 тысячам. Для сравнения, в самый пик пандемии прошлой осенью в регионе было развернуто почти 6 тысяч коек. Сейчас свободных мест осталось чуть больше 10%. Так, в Паловской ЦРБ из-за сложной эпидобстановки в красной зоне появилось сразу 80 мест. В Алтайском крае предложили увеличить осенние каникулы в школах из-за числа заболевших ковид-инфекцией. Такую инициативу озвучил депутат Краевого парламента Александр Молотов, который теперь возглавляет Комитет по образованию и науке. Законотворец уверен, что если осенние каникулы продлятся не одну, а две недели, то это положительно скажется в борьбе с коронавирусом и при этом не повлияет отрицательно на экономики. Также он отметил, что в некоторых регионах подобную меру уже приняли. Добавим, что прошлой осенью из-за коронавируса каникулы продлились дольше обычного. 50 литров крови ежедневно требуется в Алтайском крае, чтобы спасти чью-то жизнь после аварии, во время операций или родов. Какова вероятность, что переливание крови может понадобиться каждому из нас и кто именно может стать донором, расскажет Ирина Корчагина. Сегодня здесь пролилась кровь и это хорошо. Акция «Стань донором, спаси жизнь» накануне уже прошла в Бийске, Рубцовске. Там донорами стали 300 человек. В Барнауле акция проходит второй день. Мобильный пункт будет работать на площади Сахарова еще три дня до конца рабочей недели. В день станция может принять до 120 людей, могут сдать кровь. Нужно всех желающих с 8.30 до 12. Я понимаю, что это важное мероприятие и думаю, что моя кровь кому-то может помочь. Все хорошо, очень понравилось, напоили соком, глаз, всем советую. Сегодня желающих сдать кровь не так уж и много, поэтому у меня это получилось сделать практически без очереди. И весь процесс, начиная от заполнения анкеты до самого забора крови, занял минут 30 от силы. А здесь кровь принимают каждый день, чтобы вовремя пополнить ее запасы. Краевой центр крови. Сегодня сюда почти всем коллективом пришли сотрудники Алтайской таможни. Я сдаю уже не первый раз. В прошлом году мы два раза сдавали. Наши сотрудники помимо акций всегда сдают кровь, поэтому всегда являются донорами. Сотни пакетов ждут своего часа, чтобы спасти чьи-то жизни. В Центре управления запасами крови круглосуточное дежурство, потому что аварии, операции и роды не спрашивают, когда им случится. Статистика неутешительная. Каждому третьему жителю Земли в течение жизни требуется переливание. Ежедневно в Алтайском крае мы выдаем порядка 50 литров эритроцит-содержащих компонентов, около 30 литров свежезамороженной плазмы. Для того, чтобы нам пополнить запасы и обеспечивать вот такую выдачу каждый день, к нам должны приходить не менее 200 доноров ежедневно. То есть к нам, я имею в виду, Бийск, Крупцовск, город Барнауэль. За 24 часа донор может есть овощи, фрукты, крупы, мясо птицы. А вот от жирных и молочных продуктов, яиц, колбасы и рыбы стоит воздержаться. За 2 часа до сдачи нужно отказаться от сигарет, а вот от алкоголя за 48 часов. Мужчины могут сдавать кровь 5 раз в год, женщины – 4 раза. Кстати, каждому донору важно прийти на сдачу крови повторно через 4 месяца. Все это время плазма находится на карантине и требуется повторное исследование крови. Только после этого плазму передают в больницу, иначе все было зря. Сейчас в Алтайском крае почти 14 тысяч почетных доноров. Эти люди сдали кровь больше 40 раз. Можно только представить, сколько людей они спасли. Ведь доза цельной крови может помочь 3 пациентам. А если сдавать кровь 4 раза в год, вы можете спасти уже 12 человек. Самое главное, человек должен понимать, что он проявляет свои лучшие человеческие качества. Поскольку он делится капелькой себя с человеком, которому наиболее важна помощь в эту секунду. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. Лишили слова. Обвиняемый за сбыт кондитерского мака Сергей Сиренко не смог сказать свое последнее слово. Это уже четвертое слушание по делу о якобы сбыте наркотиков за неделю. И прошло оно в непривычном для многих формате. С подробностями Валентина Аскерова. Вновь с вещами и еле держась на ногах. Прошлое заседание по маку закончилось стрессом для всех подсудимых. Дарью Бетюцкую без сознания увозила скорая помощь. Больницы откачали, привели в чувство и отправили домой. Сегодня она и другая обвиняемая в зале. А вот Сергея и Сиренко доставлять не стали. После пятничного эмоционального срыва ему дали возможность взять слово по видеосвязи. Сиренко вам предоставляется последнее слово. Я понял вашу честь. Я буду выступать последним словом только в судебном заседании, а не по телевизору. Не видя ваших глаз. У меня болит голова, мне плохо. В судебном заседании объявляется перерыв для уточнения состояния здоровья. Спустя полчаса судья возвращается в зал судебного заседания. Вердикт Сиренко по медицинским показаниям может участвовать в слушании. Я не могу участвовать в судебном заседании. У меня в полете кружится голова. У меня давление более 170. Если вы считаете, что человек с давлением 170 может адекватно оценивать ситуацию, тогда хорошо, давайте выносите свое решение. Я сказал все. Адвокаты говорят, что это существенное грубейшее нарушение. Она не могла решить его последнего слова, так как в стадии прения она могла это сделать. Последнее слово, в принципе, нелишаемо. Они были дико удивлены, что она вообще так поступила. Адвокат обвиняемых уверен, что Сергея осудят минимум на 10 лет колонии. Его продавцов на 8. Севязь Сиренко уже готовит апелляционную жалобу и готова дойти до Верховного суда, чтобы доказать, что мак для булочек не несет вреда здоровью. Оглашение приговора назначено на пятницу. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Сегодня стартовала ярмарка-вакансия от компании Алтайского края. В этом году она проходит в цифровом формате. Чтобы попасть на ярмарку, нужно зайти на сайт, указанный на экране. Так, вы в онлайн-формате попадете на нулевой километр. Там уже вас ждут павильоны с представлением 30 региональных компаний. Всего работодатели представили свыше 500 вакансий, на которые можно откликнуться, не вставая из-за компьютера. Помимо этого, в рамках ярмарки-вакансий для посетителей проведут бесплатные мастер-классы и вебинары от специалистов кадрового центра работы России. Продлится ярмарка-вакансий три дня до 21 октября. А в Бийске, наоборот, сокращение. В Наукограде сотрудников федеральной пассажирской компании, а это дочка РЖД, предупредили о сокращении штата. Решили сэкономить на людях, говорят работники. По их словам, из-за оптимизации свои места могут потерять почти 40 человек. В руководстве ему пояснили, что сокращают штат из-за убытков компаний. Однако сами сотрудники отмечают, что вагоны заполняются на 90%. Причем возможность перевозить еще больше людей есть. Вот только с каждым годом направлений пассажироперевозок становится меньше. Подробности у наших бийских коллег. Вот если вот его одного оставили, значит за четверых он будет еще пахать. А зарплата будет также 20 тысяч, и все, ни больше, ни меньше. На стихийный митинг сотрудники федеральной пассажирской компании вышли после того, как им официально сообщили. Грядет сокращение штатов. Потерять работу могут 43 человека. Причина – оптимизация. Нас просто сокращают, мы не увольняемся. Нас просто забирают работу. У нас просто нет работы. Сейчас мы дожили до того, что в 2021 руководство ФПК решило нас практически уничтожить. Сделать оборотный пункт, оставить три коллеги. Официальная версия руководства – перевозки нерентабельны. Компания терпит убытки. Сами сотрудники не согласны с подобной трактовкой вопроса. Слишком часто им приходилось слышать от пассажиров, что билетов, особенно в летний период, не достать. Пытался я выяснить, какой экономический эффект от всего этого. Пока сказать не могут. Но даже со всем этим сокращением, ну пускай там будет 2-3 миллиона рублей в год. Ну это я так, грубо. Может даже меньше. Но хочется обратиться к руководству ФПК с зарплатами в десятки миллионов рублей. Ребята, начините с себя. Сделайте. Если нет доходности, ну тогда и свои зарплаты пустите в дело. Железнодорожные перевозки в Бийске пользуются спросом. При этом, если раньше из Наукограда без пересадок ездили в Алма-Ату, Ташкент, Адлер, Уренго и Нерюнгри, то теперь пассажиры вынуждены добираться с неудобными и длительными пересадками. На северное направление, куда традиционно едут работники вахтовым методом, вагоны заполнялись на 90%. Много и туристов. Да очень много. Мы в основном и возим-то как раз и туристов. Таких просто вот как бы частных каких-то их мало. В основном белокуриха отдыхающие, либо туристы. Очень много туристов. Группы детские очень много ездят. А теперь им будет сложно ехать. Та же группа туристов едет, откуда-то там скажем. Им либо в Барнауле пересаживаться, либо в Новосибирске. Здесь они напрямую доехали в ту же белокуриху. Из белокуриха автобус приходит именно за ними и их отвозит. Сами сотрудники железной дороги считают, что идет планомерный развал бийских пассажироперевозок. Вместо того, чтобы увеличить количество направлений, куда можно добраться без пересадок, сокращают востребованное. Бийск является воротами Горного Алтая. Курорты Горного Алтая и Белокуриха развиваются стремительными темпами. А мы не успеваем за ними. У нас отсутствует комфортное железнодорожное, беспересадочное сообщение с регионами. Жители которых приезжают к нам, добираются с пересадками с Новосибирска и в Барнауле. У нас материальная база, опытные сотрудники. Мы многие отработали на предприятии более 25 лет. Мы хотим работать и развиваться. В семейной династии никакой текучки кадров. Стаж сотрудников 25-30 лет на одном месте. Они занимаются незаметной для пассажиров работой. Моют вагоны, заправляют их углем и водой, проверяют ходовую часть электрооборудования, устраняют неполадки. Справятся ли с объемами, с нагрузкой оставшаяся, небольшая часть сотрудников пока не ясна. Для того, чтобы разобраться в ситуации, сегодня мы направили официальный запрос в РЖД, чтобы выяснить, что ждет сотрудников и как дальше будет развиваться предприятие. Ксения Цапко, Иван Зяблицкий, День с толком. В следующем году в Барнауле откроют новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Здание расположится по соседству со стадионом «Лабиринт» и скалодромом и станет площадкой для различных федераций. Площадка готова, техника уплотняет грунт. Пока еще каркас здания растет вверх. Рядом со стадионом «Лабиринт» появляется спортивный сосед, одноэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем будет два спортивных зала. Будущий центр примет игровые виды спорта и предоставит место для тренировок бюджетных организаций. Самый главный критерий – любить спорт, поэтому двери будут открыты. Будем делать микс. Безусловно, это будет площадка для наших бюджетных учреждений, соответственно, для того, чтобы занятия были бесплатные. Центр появляется по федеральному проекту «Спорт – норма жизни». Софинансирование региона минимально – 1%. В денежном выражении – полтора миллиона. А общая стоимость проекта – 150 миллионов рублей. Комплекс планируют построить за год. По словам подрядчика, строительство опережает график. Но специалист предупредил, что не все зависит от человека. Погодные условия могут повлиять. И они повлияли дожди, снега, мороз и так далее. Живем в сибирском округе. По прогнозу, видим, что где-то ближе, наверное, к октябрю месяцу. То есть в районе года нам еще все-таки нужно будет по времени. Всего по федеральному проекту в Алтайском крае возводят или модернизируют 37 спортивных объектов. Самые крупные из них – ледовая арена в Бийске и два физкультурно-оздоровительных комплекса в Барнауле. Второе, предположительно, разместят на Сиреневой улице. В России из Китая приходят быстро, а до получателя затем идут долго. Барнаульцы продолжают жаловаться на доставку посылок из-за границы. По их словам, Почта России работает медленно. И в сортировочном центре скапливаются сотни пакетов, которые лежат неделями. Эту доставку Матвей ждал особенно. Слишком уж хрупкий товар. Обрадовался, когда спустя две недели посылка оказалась на территории России. Потом еще неделя до Барнаула. И вот товар согласно треку отслеживания в сортировочном центре. С 23 сентября она просто там лежала почти две недели. Потом зачем-то уехала обратно в Новосибирск. Потом вернулась обратно и уехала еще раз в Новосибирск. После чего уже через две с лишним недели, наконец-то, она пришла уже на почтовое отделение. Очень много людей жалуются, что даже посылки не обязательно с Китая, даже по России задерживаются просто там по несколько недель. Кстати, Матвей не просто ждал, но и звонил на горячую линию, где у него просили извинения и подождать еще немного. И таких историй можно насчитать десятки, хотя представители Почты России уверяют, что случаи единичные и задержка в сортировочном центре не превышает 4-6 дней. Это временная ситуация, которая связана с тем, что многие сотрудники центра сейчас находятся в отпусках и на больничных. Кроме того, есть несколько незакрытых вакансий. Мы уже закрыли несколько из них. В ближайшие дни к работе в сортировочном центре приступят 6 новых сотрудников. Стоит сказать, что этот комментарий мы получили неделю назад. И, возможно, сотрудников в сортировочном центре действительно стало больше. Матвей свою посылку наконец забрал, а вот моя с 14 октября находится в сортировочном центре. СМС с извинениями о задержке получено. И пока на этом все. Татьяна Голубева, Вадим Быстревский. День с толком. Заговорить на русском, не покидая родину. В Алтайском техническом университете разработали программу для обучения языку дистанционно. Сегодня на онлайн-встрече подписали соглашение об открытии первого центра русского языка в Китае. Здравствуйте. Я преподаватель Александр. Сегодня начинает работать центр русского языка в городе Цзинин. Обучить одному из самых сложных языков и познакомить иностранцев с русской культурой. Алтайский технический университет открыл центр русского языка в Китае. Первые занятия уже стартовали. Проходить они будут дистанционно, что за время пандемии стало уже привычным форматом. Все, что нужно для успешного обучения – хороший интернет и желание. Второе у китайцев есть точно. Мы рады учиться здесь. Мы любим русский язык и русскую культуру. Мы умные, мы доложные. Мы внимательные, мы здоровые. В русском центре учимся. Все у нас получится. Создают такие центры благодаря гранту при поддержке российского министерства просвещения. Всего их будет три. Два в Китае и один в Монголии. Курсами русского языка, подготовкой иностранных студентов по русскому языку мы занимаемся достаточно давно. Наработали очень хорошие методики, которые действительно позволяют с нуля за достаточно короткий срок освоить наш непростой русский язык. Программа обучения рассчитана на год, но по условиям гранта присутствуют временные рамки. Пришлось сократить обучение до 100 академических часов. Но, говорят в университете, это не помешает ученикам достичь хорошего уровня. По окончании этой программы можно достичь уровня B1. Это уровень, необходимый для поступления в российские университеты. Вот с целью поддержки русского языка, с целью поддержки образования на русском и создаются вот эти центры. Ежегодно в АлтГТУ обучается около 200 студентов из Китая. И число желающих получить образование, говорят в УЗИ, только растет. И как раз обучение в центрах русского языка поможет китайцам превратить мечту в реальность. И приехать за границу уже чуть-чуть, думая на русском. София Ценко, Александр Антропов. День с толком. Алтайский театр кукол «Сказка» в третий раз примет участие в федеральном проекте «Большие гастроли». На этот раз обмен площадками пройдет между театралами Барнаула и Улан-Удэ. Бурятский театр кукол «Ульгер» – один из активно развивающихся кукольных театров в России. В числе его наград «Четыре золотые маски». В рамках своего визита гости из Улан-Удэ представят барнаульским зрителям спектакли с 19 по 22 октября. По словам директора Алтайского театра кукол «Сказка» Надежды Васильевой, для нашего региона это уникальная возможность обмена опытом с народом, который имеет богатую историю и самобытную культуру. Более того, Улан-Удэ проявляет взаимный интерес. У нас очень много интересных спектаклей. Мы расширяем репертуар не только классикой, но и спектаклями такого этнического плана народов, населяющих Сибирь и Дальний Восток. Чтобы обменяться площадками в рамках проекта, театры сами договаривались друг с другом. Барнаул тепло встретил своих коллег из Улан-Удэ. Гости признаются, что радушный прием их очень обрадовал и помог почувствовать им себя как дома. «Очень хотелось бы не одной недели к вам приехать, а поболее. Показать все-таки маленькую толику спектра нашего творчества. Если удастся, мы будем чаще встречаться, ездить в гости друг к другу». Гости из Бурятии покажут три спектакля, а сказка, в свою очередь, привезет в Улан-Удэ спектакли «Дневник ленинградской школьницы» и «Денискины рассказы». А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова